Здравствуйте! Всех зрителей БукТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». Я Ирина Левчук. В ближайшие полчаса рассказ о событиях Бреста. Неделя позади, самое время узнать о ключевых моментах, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное с того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Главная тема сегодняшней программы. Инвестиционный проект в сфере энергетики успешно реализован в Бресте. Новая подстанция закрытого типа «Брест-Западная» была торжественно открыта в областном центре. Работы одновременно призвания родителей-воспитателей, а также замещающая семья, как эффективная форма социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В Бресте прошел первый областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Учреждения образования и больницы будут обеспечены качественными продуктами отечественного производства. Предприятие «Плодоовыч» завершило закладку стабилизационного фонда на 2023 год с перевыполнением плана. Большой праздник студенчества состоялся в Брестском областном общественно-культурном центре. Самые креативные и талантливые представители вузов Брещины поборолись за звание «Студент года-2022». В эфире еженедельная программа «Итоги недели». Мы говорим о главных новостях Бреста, о том, что произошло за эти семь дней. По доброй традиции, к празднованию годовщины Дня Октябрьской революции в Беларуси открываются и вводятся в эксплуатацию важные промышленные и социальные объекты. Действует это правило и в нашем городе. Так, например, в 2021-м в Бресте был открыт дом для военнослужащих, стала успешная реализация инвестиционного проекта на территории речного порта. В исполнении распоряжения главы государства здесь была построена новая подстанция закрытого типа «Брест-Западная». На торжественный запуск важнейшего энергообъекта приехали почетные гости. Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик и министр энергетики Республики Беларусь Виктор Кранкевич, а также губернатор Брестской области Юрий Шулейко. Подробности в сюжете Людмила Логодич. За последние десятилетия в Беларуси было реализовано 11 энергетических проектов на сумму свыше 260 миллионов евро. Еще одним примером модернизации электросетевой инфраструктуры стало строительство подстанции закрытого типа «Брест-Западная». Сегодня потребление населения, потребление промышленных предприятий энергоресурсами растет, поэтому нужно создавать мощности. Есть несколько сложностей. И вот первая сложность, которая была по Брестской Западной, вы знаете, что тут была старая подстанция, которая была еще построена в 1977 году, и нужно было плавно продолжать работать на тех мощностях и создать современное абсолютно новое энергетическое предприятие, которое отвечает всем современным требованиям. Основной целью проекта стало обеспечение энергетической безопасности и повышение надежности электроснабжения в областном центре. Генеральный подрядчик справился с поставленной задачей ранее срока, а открытие подстанции прошло в торжественной атмосфере. Министерством энергетики совместно с производственным объединением Белэнерго, энергоснабжающими организациями организована системная работа по реконструкции подстанций всех классов напряжения в целом по стране, модернизация и строительство новых высоковольтных и распределительных линий электропередачи. От имени Министерства энергетики и от себя лично хотел поздравить всех присутствующих с важным событием для Брестской энергосистемы, для города Бреста открытие современной подстанции класса напряжения 110 кВт Брест-Западная. О важности и значении подстанции для города и развитии его промышленности говорил в этот день и губернатор области Юрий Шулейко. Действительно, объект уникальный. Сегодня обозначены все параметры данного объекта. То, что нам сегодня это позволит расширять промышленное производство, производить безопасное питание наших объектов. То, что мы сегодня получим определенные, так сказать, надежные источники, это уже определено проектом. Теперь в зоне ответственности подстанции больница скорой медицинской помощи, первая и вторая городские поликлиники, Брестская крепость, областной, городской, районные исполнительные комитеты. Этим и другим важным объектам, а также бытовым потребителям подстанция обеспечит надежное и бесперебойное энергоснабжение. Ведь она самая современная во всем регионе и по всем показателям превосходит свою предшественницу. Старая подстанция была рассчитана, два трансформатора по 12 мегавольт-ампер, новая – это 25 мегавольт-ампер каждый трансформатор. На данный момент она тянет 20 мегавольт-ампер, будет рассчитана еще на резерв на 5 мегавольт-ампер. Подстанция представляет собой энергетический объект с полной автоматизацией технологических процессов, находится под видеонаблюдением и не требует присутствия обслуживающего персонала. Кроме того, все программное обеспечение разработано в Беларуси. Благодаря надежности работы снизится количество отключений и срока восстановления электроснабжения потребителей. А значит, горожане почувствуют разницу. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Льмонтович, телекомпания БУК-ТВ. К другим темам. В нашей области с каждым годом все меньше детей, оставшихся без попечения родителей. Более двух тысяч воспитываются в замещающих семьях, которые оказывают детям реальную поддержку. Дают возможность в полной мере ощутить родительскую заботу и семейное тепло. У приемных родителей очень большое сердце. Ведь иначе взять на себя ответственность за чужого покрови ребенка и полюбить его как родного невозможно. В Брестской области такие родители есть. Это подтвердил первый областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Он собрал более 300 участников, где каждый из них почерпнул массу полезного для своей практической работы, что поспособствует в дальнейшем воспитанию детей и укреплению семейных традиций. О том, как прошел форум и каково быть родителем-воспитателем, в сюжете Анастасия Мелешкевич. Семья. Как много теплого хранит в себе это короткое и в то же время могучее слово. Семья Ивановых тому подтверждение. Они не думали быть многодетными, но жизнь распорядилась иначе. Они стали родителями-воспитателями восьми детей. В эту профессию идут только по зову сердца. Никакие материальные вознаграждения тут не аргумент. Люди изначально готовы отдать больше, чем получать, и становятся приемными родителями. Вот Лариса и Виталий Ивановы решились на этот шаг. Сейчас в нашем доме, в четвертом доме на квартале Воснецова, воспитывается восемь детей. Из них шесть приемных детей, двое наших собственных. Буквально с первого сентября у нас появился новый мальчик. Абсолютно адекватный, абсолютно добрый. Он пришел и вечером сказал, боже, я не знал, что здесь так здорово, почему я не появился у вас раньше. Вы знаете, очень легко работать с детьми, которые тебя слышат и которые понимают, что ты хочешь им дать. То есть наша задача подарить немножко себя, обогреть их, помочь им в этой жизни. Да, они оказались немножко в сложной ситуации в жизни. Но идем дальше, помогаем чем можем, слышим друг друга, обсуждаем проблемы. Не только интересы, но и характеры у всех детей в домах семейного типа разные. А потому каждый из родителей старается развивать лучшие черты и индивидуальность того или иного ребенка. А дети, в свою очередь, послушны, ведь авторитет родителей для них безоговорочный. И несмотря на то, что судьба у детей была тяжелая, по их взгляду можно понять, как они любят и ценят своих приемных родителей. Дети есть дети, и мы должны больше подстраиваться под них. Поэтому ты живешь для того, чтобы протянуть руку помощи, чтобы дети все-таки могли бы почувствовать, хотя бы на определенное время, что они в семье. Все дети разные, у всех разный характер в силу возраста, в силу пережитых проблем в жизни. Но с каждым можно найти подход. Где-то поулыбался, где-то наоборот быть строгой. То есть то, чему не хватает ребенку, ты обязан это понять и прощупать эту ниточку. Тогда становится намного легче и очень легко общаться индивидуально с каждым ребенком. То есть они каждый индивидуальный, в группе, когда они все вместе, это тоже немножко другое. Но это интересно, это увлекательно, это огромнейший опыт для воспитания наших же маленьких детей. Поэтому система также направлена на возвращение детей в биологические семьи. То есть мы абсолютно за этим детям нужны биологические родственники. Поэтому они и приходят, и общаются. Мы не препятствуем этому общению. А пока мы выполняем роль родителя, воспитателя и поможем, чем можем. Работает на временно призвание родитель-воспитатель, а также замещающая семья, как эффективная форма социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В городе Бресте состоялся первый областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Данное мероприятие позиционируется как площадка для презентации обобщения лучших практик, методов и форм работы в сфере защиты детства. Мероприятие такого формата дает возможность обсудить актуальные вопросы по поддержке замещающих семей на месяц перспективы в дальнейшей работе. Мы проводим первый областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Организаторами данного форума выступают Главное управление по образованию Брестского обл. исполкома и Брестский областной социально-педагогический центр. На сегодняшний день мы планируем проводить такой форум раз в три года. Для того, чтобы шел обмен опытом работы с замещающими семьями, люди, которые заняты в этой сфере, могли общаться, делиться друг с другом своими наработками, находками, приобретениями в этой сфере, потому что вы сами понимаете, что вопросов в воспитании детей всегда очень много, даже в обычных семьях. А в семьях, где собираются дети от разных родителей, попавшие в сложную жизненную ситуацию, конечно, вопросов возникает еще больше. Приемные родители, воспитатели детских домов семейного типа, представители учреждений образования и общественных организаций, заинтересованных ведомств и структур, обсудили насущные вопросы воспитания сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предупреждения социального сиротства и развития института замещающей семьи. Форум – это, собственно, площадка обмена опытом, обмена лучшими практиками работы в области замещающего родительства. Для нас, областной структуры, это возможность посмотреть, в правильном ли направлении мы движемся по поддержке замещающих семей, какие, возможно, необходимые изменения вносить в законодательство, инициировать, что нам не хватает сегодня в этой деятельности. То есть это обсуждение таких актуальных проблем, вопросов, перспектив деятельности замещающего родительства в области. Родители-воспитатели раскрывали в своих выступлениях юридические, этические, психологические аспекты взаимоотношений замещающих родителей и ребенка с биологическими родителями, а также отметили, что очень важно делиться опытом в формате живого общения. Когда я узнала, что форум будет в Бресте проходить, я очень обрадовалась, потому что для меня лично это очень интересно, послушать, как люди в районе живут, как они, у них все-таки немножко другое русло жизни, но мне тоже интересно, как они справляются со своим количеством детей, чтобы мне прийти и немножко в сравнение тоже своим детям рассказать. Мне, как родителю-воспитателю, иногда кажется, проблема года, но мне кажется, что сегодня я послушаю что-нибудь и пойму, что как все хорошо, отряхнулись и пошли дальше, да, то есть улыбайся, цвети и все будет хорошо. То есть, как мне кажется, что такие форумы нужно устраивать вот именно в открытом общении, когда люди видят друг друга и когда людям есть что сказать. У нас всех одни и те же проблемы, мы делаем одну задачу. В завершении форума звучали слова благодарности в адрес тех, кто ежедневно вкладывает душу в воспитание, напоминает о важности сохранения семейных ценностей и традиций, отогревая детские сердца и прививая им здоровые нормы и правила жизни. В эфире «Итоги недели» говорим об актуальном. События в мире, внешние вызовы и эпидемическая ситуация требуют серьезного подхода и грамотного распределения внутренних ресурсов. А так как одной из первичных и постоянных потребностей общества является необходимость в доступных и качественных продуктах питания, согласно распоряжению городского исполнительного комитета в Бресте долгие годы формируется так называемый стабилизационный фонд. Торгово-производственное предприятие «Плодоовощ» – одно из тех, которое на своей базе осуществляет закладку и обеспечивает хранение продуктов растеневодства, которые затем распределяются в учреждения здравоохранения и образования, а также поступают на прилавки магазинов города. Руководство предприятия поделилось хорошей новостью. Буквально на днях закладка стабилизационного фонда на 2023 год успешно завершилась. Более того, на этот раз планы перевыполнены по всем показателям. Подробности в следующем сюжете. Вкусное, разнообразное и сбалансированное питание школьников должно содержать как можно больше витаминов и продуктов растительного происхождения. То же касается и больниц. На поправку скорее пойдет тот, в чьем рационе много клетчатки. А чтобы обеспечить учреждение образования и здравоохранение полезной и качественной продукцией, поставить ее в достаточном количестве на прилавке магазинов, по решению городского исполнительного комитета в Бресте, ежегодно формируется так называемый стабилизационный фонд. Стабилизационный фонд закладывается для продовольственной безопасности страны, чтобы потребитель и покупатель мог по оптимальной цене купить данный товар в мае-апреле месяце, чтобы товар был на полках магазинов, также других учреждений бюджетных. Закладка стабилизационного фонда доверена нескольким субъектам хозяйствования региона. Одну из них известна и обрещанам своей вкусной витаминной продукцией предприятие «Плода овощ». Наше предприятие занимается оптово-ворочной торговлей, свежей овощной продукцией, картофелем, также фруктами. На предприятии есть засолочный цех, на котором широко представлено производство квашений, солений, квашеная капуста нескольких номинований, огурцы соленые, томаты соленые, яблоки моченые. Поставляется и по Брестской области, и также в город Минск. Предприятие также занимается закладкой стабилизационного фонда по решению Брестского городского исполнительного комитета. В стабилизационный фонд поступает продукция, выращенная исключительно в Брестской области. Это картофель, отгружаемый в специальные хранилища, а также морковь, свекла, лук и капуста, которые отправляются в холодильные камеры. Предприятием созданы все условия, чтобы эти продукты сохраняли свой первоначальный вид и полезные вещества в течение всего периода хранения. В картофельных хранилищах у нас заложены различные сорта картофеля. Это вега, манифест, скарп, королева Анна. Ежедневно у нас проводится контроль за плодовочной продукцией, который фиксируется в специальных журналах. Для картофеля одна температура хранения, для лука, чеснока другая температура хранения, а корнеплоды соответственно от 0 до 2 градусов при относительной влажности 90-95. Перед тем, как витаминная продукция попадет в детские сады, школы, медучреждения и магазины, она перебирается, после чего направляется на логистический склад, откуда распределяется согласно заявкам. Формирование стабилизационного фонда проходит с сентября по 10 ноября. Его реализация с 1 декабря по конец мая следующего года. На сегодняшний момент предприятием выполнен план по заготовке продукции. На данный момент план по закладке стабилизационного фонда выполнен с превышением показателей. В картофеле заготовлено 900 тонн, капусты – 500, лука и моркови – по 200, свеклы – 190. До декабря осталось совсем немного времени, а значит, совсем скоро первая партия овощей отправится к потребителям. На предприятиях нашего города вопросам охраны труда уделяется самое пристальное внимание. Кроме того, организуются мобильные группы и регулярно осуществляется надзор за соблюдением законодательства в этой сфере. Ведь каким бы большим и успешным не было предприятие, самым важным и ценным в его структуре является человек. А потому городской день охраны труда представители субъектов хозяйствования и вертикали власти решили провести с пользой и организовали масштабный семинар, участие в котором приняли более 200 представителей субъектов хозяйствования. Участники форума обсудили изменения законодательства в сфере об охране труда и его применении на практике, отметили важные моменты в профилактике производственного травматизма, а самым приятным моментом стало награждение лучших членов мобильной группы. За 10 месяцев текущего года в организациях Бреста зарегистрировано снижение общего уровня производственного травматизма с 55 до 38 случаев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшилось число тяжело травмированных работников с 23 до 10. Однако смертельных случаев стало больше – это 7, тогда как в прошлом году был всего один. В целях предупреждения и профилактики Брестским госполкомам было принято решение о ежеквартальном проведении тематических обучающих семинаров, а ежегодно представители субъектов хозяйствования собираются на масштабный городской день охраны труда. Сегодня мы проводим городской день охраны труда в рамках семинара. Мы пригласили главных инженеров, руководителей, заместителей руководителей предприятия, специалистов по охране труда с целью довести до сведения, в том числе и картину, что происходит, какие основные нарушения, чтобы предотвратить в последующем травматизм. Участники форума обсудили изменения законодательства в сфере охраны труда и его применения на практике, отметили важные моменты в профилактике производственного травматизма, проанализировали результаты мониторинговых мероприятий мобильными группами. За 10 месяцев было совершено 63 выезда, в 214 – организации различных форм собственности, в том числе организации, где произошли случаи с тяжёлым либо смертельным исходом. Выявлено 4193 нарушения. Работа мобильной группы вносит большой вклад в профилактику производственного травматизма, то есть по результатам выявляются многочисленные нарушения, нанимателям выдаются рекомендации, сроки на устранение данных нарушений, то есть то, что они могут охватить своим взглядом, мы показываем, указываем на недостатки. В случае, если нарушение не устраняется, установленный срок, по инициативе госполкома может быть назначена внеплановая проверка. За большой вклад в важное дело охраны труда в нашем городе в этот день были награждены самые активные участники городской мобильной группы. Среди них и Альберт Харлов, главный технический инспектор по охране труда Брестского областного объединения профсоюзов. Очень важно, что профсоюзы принимают в этом участие, потому что по новому постановлению по контролю за соблюдением требований по охране труда, служба охраны труда, она только может по необходимости проводить контроль за соблюдением требований по охране труда. А профсоюзы и профсоюзные активисты, они непосредственно участвуют в производстве, и они ближе всех находятся к тем рабочим местам, которые могут вызвать риски получения травмоработников. Грамотный подход к организации охраны труда на предприятии – гарантия надёжности, стабильности и заинтересованности сотрудников. Ведь если работодатель заботится о людях и их здоровье, а не ставит его голову угла лишь прибыль, это в конечном счёте сказывается и на снижении количества несчастных случаев, улучшении дисциплины и, как следствие, производительности труда. Каждому работодателю стоит помнить, что из всех ресурсов предприятия самым важным и ценным в его структуре был и остаётся человек. К другим темам. Одним из самых ярких вузовских мероприятий является конкурс «Студент года». Он разбавляет серые учебные будни и придаёт им жизни. Его с нетерпением ждут как студенты, так и преподаватели, ведь это тот день, когда у таланта есть возможность раскрыться в полной мере. На этой неделе проявить себя смогли студенты четырёх вузов нашей области. Ребята представили собственные проекты, в которых смогли продемонстрировать свои коммуникативные, интеллектуальные и творческие способности. О том, как проходили состязания, а также кому из участников удалось оказаться на вершине, в материале Натальи Хомич. Областной этап республиканского конкурса «Студент года-2022» Брест запомнит надолго. В этот торжественный день царила яркая, зажигательная и невероятно праздничная атмосфера. Восемь талантливых и креативных студентов четырёх вузов региона собрались в общественно-культурном центре, чтобы побороться за звание лучшего. Организаторы мероприятия приложили все усилия для того, чтобы праздник удался. С каждым годом интерес студентов к национальному конкурсу «Студент года» всё выше и выше. Это не может не радовать. В этом году уже, скажем так, по сводным данным, конкурс привлёк более полторы тысячи студентов. И, ну, то есть цифры говорят сами за себя. Очень круто, что уровень организации этого конкурса растёт, что каждый регион стремится сделать его ярче, интересней, насыщенней. Несколько лет назад мы внедрили новые технологии, и студенты, это превратилось, скажем так, из конкурса абсолютного, это стало какой-то образовательной программой. Конкурс «Студент года» для нас это значимое событие, потому что студенческая молодёжь, она самая пытливая, самая интересующаяся и самая талантливая. Поэтому отрадно, что в нём приняли участие все вузы нашей Брещины, а это сильные вузы. Хочется сказать, что по два победителя вузовского этапа сегодня соревнуются за право принять участие в республиканском конкурсе. Хочется сказать, что в нашей Брестской областной организации есть хорошие традиции побеждать на республике. Мы заряжены только на победы. Конкурс такой для нас очень значимый, очень ответственный. Все заряжены на борьбу, потому что уже вчера мы встречались со студентами, мы работаем с ними на протяжении двух дней, репетировали, общались в формате открытого диалога. Здорово, что ребята очень пытливые, очень разносторонние, очень талантливые, потому что они принимают участие не только в этом проекте. Здорово, что ребята, они разносторонне развитые, не только в учёбе, потому что у нас допускаются студенты, у которых средний балл не ниже восьми. Несмотря на волнение и серьёзную конкуренцию, участники конкурса продемонстрировали эрудицию, творческие способности и умение держаться на сцене. Каждый из этих ребят доказал, что достоин звания «Студент года», ведь он уже является гордостью своего университета. Я представляла свой авторский социальный проект, который называется «Вместе за безопасность». Я работаю, сотрудничаю с Министерством по чрезвычайным ситуациям и планирую создание на базе университета студенческого отряда «Юный спасатель». Это очень классный конкурс, реально крутой проект, который обязан быть в Республике у нас, потому что студенты должны не только хорошо учиться, не только заниматься научной работой, но активно вести творческую жизнь, активно участвовать в проектах именно Белорусского Республиканского Союза Молодёжи. Потому что это действительно важно и это действительно круто, когда потом наши студенты работают в том же Белорусском Республиканском Союзе Молодёжи и представляют нашу республику уже на международном уровне. Я представляла проект «Это Республиканские студенческие дни в городе Бресте. Я Белоруссии дорожу, я в ней живу, я здесь учусь» или молодёжный воркшоп, который приурочен к Дню Народного Единства. Только в этом году он у нас проходил впервые, и в следующем году у нас будет проходить следующее, оно будет ежегодно теперь. И мы просто меняли концепцию воркшопов, потому что в этом году тема студента года – это 60-летие белорусских студенческих отрядов. Это очень волнительно, ведь каждое такое мероприятие заряжает энергией, начинает вдохновлять тебя на много новых побед. Каждый из участников старательно готовился и разработал собственный проект. Презентация видеороликов с символичным названием «Я студент» помогла раскрыть круг интересов и многогранную личность участников. Кроме того, им предстояло пройти непростые испытания, среди которых ораторское мастерство, интеллектуальные и творческие конкурсы. Я не ожидала, наверное, такого масштаба. Если честно, не помню, когда в таком огромном мероприятии участвовала, может, даже в школе. Когда ты понимаешь, что ты находишься в такой, наверное, развитой обстановке, где каждый представляет из себя личность, это очень вдохновляет. Участие в «Студенте года» для меня – это был какой-то новый этап в жизни. Это буря эмоций, это постоянная поддержка, за что я благодарна всей своей группе и студенческого совета, и своего творческого коллектива хореографического под названием «Стенд-Аут». Большое им спасибо, и, естественно, был проложен такой путь к этому залу, и сделано немало, мы очень старались. Конкурс «Студент года» – это отличная возможность проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества для каждого из участников. Ребята получили ценный опыт и смогли доказать, что всегда стремятся к достижению поставленных целей. Победительницей стала студентка из Барановичей Валерия Бурли, а наш город достойно представила Дарья Жаркова из Брестского государственного университета имени Пушкина, которая сумела завоевать почетное третье место. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова